МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень важно, когда мы приступаем к любому делу, это касается обучения, это касается нашей работы. Независимо, к чему мы не приступали, нам очень важно знать конечный результат, то, что мы ожидаем от этого и куда мы движемся. Потому что не имея цели, нам очень сложно выставлять нашу жизнь в приоритетах. Если вот для чего мы написали, чтобы мы точно понимали это, чтобы мы точно понимали это, куда мы движемся и какие у нас есть ожидания от этого курса. И, конечно, было бы классно, я сегодня даже заберу это домой, я подпишу и я поставлю число сегодняшнее. Сегодняшнее число – это второе число, 2 октября 2012 года. И это очень знаменательная дата, потому что, знаете, мы положили какие-то планы, и мы будем в чем-то двигаться. И было бы классно посмотреть это хотя бы в конце семестра, в конце первого семестра. Было бы классно посмотреть, соответствовать, сделать такую маленькую сверку, соответствовать то, что я написал в самом начале, тому, куда я сейчас двигаюсь. Или, может быть, добавилось что-то, что мне нужно подкорректировать по ходу развития моей жизни, христианского хождения, да? Это будет очень классно, такой, знаете, как маленький маркер. Есть такое медицинское слово, маркер, такой значочек, который помогает нам двигаться, да? Нам не надо возвращаться будет обратно, но если мы увидим, что мы не туда двигаемся, нам будет легко подкорректировать, куда же мы хотим дальше двигаться, и в чем же мы хотим дальше развиваться. Вы знаете, сегодня, как я уже говорил, вчера был по-красайший день, я выключил на меня телефон, поставил режим полета, решил заниматься Библией, буду читать, готовиться к сегодняшнему уроку, и думаю, аллилуйя, все это делаю. Сегодня я пришел на работу, взял конспект с тобой на работу, и тут звоню я Андрюше. Андрюша говорит, как ты классно, что ты мне позвонил. Ну, как-то я думаю, радостно, хорошо, но что дальше будет за этим? Дальше последовала реплика, которая меня не удивила, но, в принципе, мне нужно было немножко ускориться в моих дальнейших планах после работы. Он сказал, возьми, пожалуйста, компьютер. Я говорю, ну, аллилуйя, возьму, конечно же. После работы я планировал зайти в банк, мне надо было кое-какие счета оформить, и я после банка думаю, занесу, возьму компьютер, заберу домой, и я все это же делаю в таком быстром очень темпе, смотрю на часы, двигаюсь, перебегаю домой, выкладываю конспект, который мне уже не нужен, по одежде конспекты у меня мои, которые я написал, лежат в сумке. Я выкладываю, кладу этот ноутбук, бегу на остановку, смотрю, возле остановки уезжает автобус вот так. Я такой, ой, елки, так я расстроился немножко, но устроил. Я, давай в сумку искать денег, денег телефона нет. Я подумал, ну ничего себе, думаю, что делать, о панике, возвращаюсь обратно, оказывается, когда я выкладывал конспекты, я выложил за чем-то телефон сбоку, чтобы обратно его положить. Я теперь вложу этот телефон, прибегаю, сажусь, еду, и тут я открываю, думаю, сейчас в автобусе, Андрей меня научил, говорит, я готовился в автобусе, думаю, ладно, будет, у меня есть место, я сяду в автобусе, готовиться буду, хотя бы просмотрю конспекты. Я открываю, и моих конспектов нету. И я думаю, Господь, что такое? Почему так происходит? Я вроде бы подготовился, я все спланировал, я все подошел к этому, могу сказать, что очень скрупулезно. Кто меня знает, что я довольно-таки умею планировать, если надо, да? Думаю, ну Господь, почему ты это мне допустил? Я так сижу и размышляю в автобусе. Интересно, что потом мне приходит мысль от Духа, я думаю, что это мысль от Духа Святого. Я говорю, как ты думаешь, Костя, знал ли Иисус в своем предвечном плане о том, что ты будешь в этой ситуации? Нет, что я знал. Знал ли Иисус в своем предвечном плане, что мы сегодня будем здесь 2 октября на проспекте науки 22? Знал? Смотрите, что интересно, что когда мы знаем наши цели, несмотря на то, что будут какие-то атаки происходить извне, которые будут пытаться нас сбить с этого плана, это может быть даже простая банальная лень, которая скажет тебе, не делай уроки, не делай, не делай то, что тебе говорят, ты знаешь это, не вникай в это, ты можешь так хорошо запоминать, это может быть наши близкие и родные, которые будут всячески пытаться нас сбить и сказать, ну ты и так все вечера, где ты проводишь, побудь со мной немножко, да? И различных моментов, но когда мы знаем, куда мы двигаемся, несмотря на то, что бы не происходило вокруг, мы знаем, куда наше направление. Я хотел вот даже и себя в этом вдохновить, потому что несмотря на то, что мы сейчас здесь находимся, через 10 лет, слава Богу, что у нас будет намного-намного, в том, где есть мечта, видение, мечта, о том, что 4 миллиона, правильно, 4 миллиона украинцев, они будут учениками Иисуса, учениками теми людей, которые не просто знают Христа, а которые следуют за Ним, которые следуют Его учению, да? Это Аллилуйя, да? Поэтому мы знаем наши цели, мы знаем наши планы, и несмотря ни на что, что бы ни происходило, потому что это классно, когда мы первый, второй, третий, но когда приходит обучение на второй, третий месяц, вы увидите, начнут происходить такие вещи, которые вам потеряете интерес к этому, потеряете какие-то моменты, где Сатана будет пытаться всячески нас выбить из этого. Это очень видно, когда ты делаешь что-то очень долго, и ты привыкаешь и думаешь, ну, в принципе, я уже это не раз слышал, я уже в этом не раз пребывал, ничего нового я не услышу сегодня. Мне не нужно здесь быть, но это очень просто, это называется фамилиарность. И это также мир может через это атаковать, да? Но когда мы знаем, куда мы двигаемся, вот для этого мы написали наши цели. Очень классно, что это то, что мы думаем. Потому что кому я говорил это сделать вчера? Подготовиться написать цели? Никому, да? Потому что, может быть, у вас было время, и вы хотели бы быть более духовными, да, проявить себя более духовными. Кто-то прослушал 10 проповедей, и он говорит, я же с цитатами тебе, пастора Стивенса, буду говорить. Я буду думать, вау, какой духовный человек. А это было то, что действительно у вас на сердце лежит. И действительно классно, когда мы это через три месяца посмотрим. Хорошо. Итак, обзор Библии. И вы знаете, это вызов. Вызов по одной простой моменте, что как можно святого, великого, всемогущего Бога, который писал писание на больше, чем полторы тысячи лет, через сорока авторов, как можно вместить 36 уроков? Я не знаю. 36 уроков это, смотрите, откуда эта цифра, три урока в неделю, четыре месяца. Три месяца это будет 36 уроков. Как можно святого, великого Бога вместить в 36 уроков? Кто помнит, сколько книг Ветхого Завета? 39 книг, а у нас 36 уроков. Да, это действительно огромный вызов. Но оно, знаете, оно того стоит. Потому что кто-то написал, мне такой момент интересный понравился. Сейчас, так. Сейчас, сейчас, старые пизнаты. Покрашивайте, ага, системы. Ага, подождите, что ли? Больше, значит, да. Где-то такая мысль была, какие-то неужели, в основном, найти Google. Google, да. Действительно, эти вещи сложно найти Google. Итак, из чего? Мобильные телефоны. Мобильные телефоны, выключаем и ставим движение полета. И все улетаем. Ну что? Итак, урок 50 минут. 50 минут будет состоять из таких частей. 6-7 минут в начале. И мне не нравится ли слово тест. Я думал, как его заменить. Потому что мы все с вами учились в заведениях. И нас где-то достали тесты, достали контрольные, достали зубежки. Кому-то достали, а кому-то нравится. Опять-таки, все мы с вами разные. Но я решил эти 6-7 минут назвать просто напоминалочка. А знаете, откуда это слово напоминалочка? Или вообще напомнить? 1 Коринфянам 15 глава. Помните, где апостол Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие. Я напоминаю Евангелие, которое вы приняли и в котором выходили. И вот слово напоминалочка, это оттуда что-то напомнить. То, что мы проходили на прошлом уроке. То, что мы проходили в прошлый раз. Это будет у нас 6-7 минут напоминалочка. 3 минуты в конце урока. Мы повторим то, что мы прошли за этот урок. Расставим акценты и какие-то важные мысли. Опять-таки, но смотрите, что интересно, что я думаю, что в таком темпе очень рассчитан этот курс больше даже не на изучение здесь, а на самостоятельное изучение писания. То, что мы сможем самостоятельно в домашних условиях делать. Потом несколько рекомендаций, которые нам помогут немножко выравниться и отнестись к этому серьезу. Заведите тетрадь. Это будет одна из оценок. Ваша тетрадь по предмету. Можете завести на один предмет, на два предмета одну тетрадь. Взять толстую и писать с двух сторон. С одной стороны, например, пишите обзор Библии. С другой стороны, пишите ЗБД. Ну, чтобы так более экономно. Но чтобы это не было такие маленькие листочки, которые выбрасываются потом в мусорные ящики. Потому что если у вас такое отношение, значит у нас такое отношение к писанию будет. Мы не можем себе позволить, чтобы это выбрасывалось. Вы даже через время сможете эти записи использовать. Кто-то, может быть, будет их использовать, когда захочет проповедовать еврею. Опять-таки. Кто-то захочет систематизировать свои знания. И опять-таки он возьмет свои конспекты и посмотрит. Вам-то я это уже знаю, я напомню себе это. Поэтому, если мы это важно, то, что мы делаем, поэтому отношение должно быть очень важно. Заводим тетради. На следующий урок, чтобы у всех были тетради. Может быть, это, конечно, немножко закон. Но, опять-таки, это хорошее время. Да? Хорошо, тетрадь общая. Так, 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 так. Ну, все. Нет, ничего нет. Итак, тетрадь общая. И приходим. И смотрите, сегодня у нас мы с вами, знаете, я хочу, и себя буду вдохновлять, и вас буду вдохновлять. Вдохновлять в плане, куда дальше двигаться. И вообще, что происходит. И какая-то такая беднянская, которая думала, что, Андрей, надо будет сказать что-то на открытии семинария. Я жду этого момента, уже думаю, подготовлюсь, рассчитаю притчи. Ох, классное место для семинария. Классное место, чтобы рассказать что-то студентам, донести студентам. Конечно, Андрей не потом дал этой возможности. Поэтому, эта возможность у меня осталась сейчас, что-то сказать для студентов семинария. Но, опять-таки, если бы это были, знаете, вот, свои слова, свой опыт переживания, ну, оно бы не было так ценно для вас, да? Потому что у кого-то есть свой опыт, кто-то прожил намного больше в жизни, более мудрее, да? Кто-то проездил, может быть, на миссии где-то был и так далее. Он скажет, я тебе расскажу что-то свой опыт. Ну, вот, как Андрей говорит, нам не нужен мой опыт. Нам не нужен опыт, в принципе, какой-то степени Инги, Тани, там. Нам не нужен опыт, да? Нам нужно живое Слово Божье. И вот Слово Божье, знаете, потрясающе, вообще мы не даже не представляем, что мы имеем. Сегодня я имел общение, у нас сегодня приходит одна из посетительниц, я работаю в салоне. И одна из посетительниц, или, знаете, она была у нас на клубе. Три часа человек смотрел Евангелие от Иоанна. Три часа. Три часа это много? Много. А теперь слушайте. После этого она мне говорит, она мне прислала там толстый, она, там есть сейчас учение про Богородицу, проявление. И она мне говорит, вот это то, что важно. Я говорю, я тебе принесла диск, послушай этот диск. Я говорю, у меня времени нет, я писание изучаю. Она говорит, ну сколько можно изучать, это не важно, а это важно. И там учение и про то, про Богородицу. И, знаете, ты понимаешь, что тебе тогда, чтобы просто понять и осознать, там настолько все разных учений смешано, что не говорится там про простое словесное молоко, которое, говорится, есть в Писании, которое мы можем спокойно применять. А там, ну столько и философия, и софизм, и мудрость, и Бог. И так, знаете, все вокруг, вокруг, вокруг. И просто ты понимаешь, что тебе на голову это не налазит. А мы имеем возможность не просто читать. И что интересно, что эти люди, они ссылаются на труды других людей, которые пережили этот опыт такой. Каких-то видений, каких-то откровений непонятных. У нас же есть Слово Божье, и мы на него ссылаемся. Потому что бывает, что у нас хорошее настроение, а бывает, что у нас плохое настроение. И мы скажем, исходя из хорошего настроения, у меня такой христианский опыт, а исходя из плохого настроения, у меня такой христианский опыт. Вот, например, мы не пришли навстречу, Инга расстроилась, она говорит, у меня такой христианский опыт, исходя из моего опыта. Нет, вот наш христианский опыт, который есть в Писании. Или, например, все радостно было у нас в воскресенье, все хлопали в ладоши, пастор Роман был, классное было время. И кто скажет, ну у меня исходя из этого такой христианский опыт, я очень радостный и счастливый человек из этого. Но смотрите, у нас есть Писание, которое помогает нам очень четко выравнивать наше мышление. И помните, кто мы изучали на прошлый раз, мы смотрели, что Писание помогает нам формировать мировоззрение. И не просто мировоззрение, знаете, как что-то такое, ну там, теоретами истины, а миром. Это как мы смотрим на мир. Это же такие простые моменты, как отвечает на вопрос, кто я, что я здесь делаю, куда я дальше двигаюсь. И что тебе вот не понравилось, в конце пастор Стивенс говорил, у нас есть лекарство от смерти, да? Ведь если бы мы имели лекарство от смерти, то все бы имели его, да? А лекарство от смерти мы имеем, да? И мы можем вот это лекарство опять-таки формировать в своем мышке и нести другим людям. Мы формируем христианское мировоззрение, и мы смотрим на мир не через призму самого мира, а через призму Писания. То есть, если это нарисовать, можете знать, человечек стоит, да? Помните, человечек стоит, и он смотрит через Писание на мир, а не наоборот, на мир смотрит через сам же мир, как мир ему предложил. Да, поэтому у нас то, что мы делаем, вообще это очень потрясающая речь. Поэтому надо ценить и не быть к этому фамилиарным, да? Хорошо, итак, притчи. Третья глава. Вторая глава, извините. Притчи. Как вы думаете, какая цель книги притчи? Для чего Дух Святой через Соломона писал эту книгу? Научение, наставление. Ага, хорошо. Научение, наставление, в чем? Научение, наставление, в чем? Хорошо, давайте я немножко запомню, да? Итак, это дает ответ первая глава. Для чего написаны притчи? Первая глава, второй, третий, четвертый стих. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Мы же видим даже авторство. Кому принадлежит авторство? Кто написал? Для чего? Чтобы познать мудрость и наставление, понять излечение разума, усвоить правила, благоразумие, правосудие, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познаний. И разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудреца и загадки. Начало мудрости страх Господень. А благоговение к Богу начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Вот для чего книга Птич Дух Святой написал. Итак, вторая глава с первого по пятый стих. Когда я написал эти стихи на Зовском море, думаю, вау. Это то, что... Потому что знаете, иногда про христианское обучение есть такое мнение, что если Дух Святой тебе не откроет, то нет необходимости размышлять над словом. Нет необходимости... Вы сталкивались с таким? У меня есть люди, которые говорят, что если Дух Святой тебе не откроет, открыли вещей... Не надо размышлять над словом. Нет необходимости искать что-то в слове. Если тебе Дух Святой... А? Дух Святой. Да, да. Вы сталкивались с таким или нет? Ну, я думаю, да. А, ну, если нет, то давайте двигаемся дальше. Итак, притчи, вторая глава. Давайте почитаем. Что? Сталкивались? Нет. Смотрите, с первого стиха. Господь дает мудрость, и из уст его знание разума. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезу святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту и всякую добрую стезю. Вау. Первый, по девятый стих, можно сказать, полностью описал цель, предназначение и как это сделать. Цель, предназначение и как это все сделать. Но мы сейчас с вами разложим, знаете, по косточкам. Кто любит что-то по косточкам распадывать? Ага, я люблю, да? По косточкам. Потому что, знаете, когда мы смотрим написание, вырывая миг из контекста, нам можно просто запутаться и втолковать свое понимание. Но есть то понимание, которое Дух Святой через конкретного автора, мы смотрели это, да, Соломон, внес в это писание. И он что-то хочет донести к нам сегодня. Хотя мы, казалось бы, не жили у времена Соломона. Но те принципы, они до сих пор актуальны. Потому что эти принципы, они не стареют. Или стареют? Они не стареют. Итак, раскладываем по полочкам. Али, можно мне тут тряпку, губку? Потому что это вообще очень сложно. Очень сложно. Смотрите, первый стих. Помните глагол, существительное, прилагательное, то есть какая ценность и все остальное? Очень просто. Глагол это описывает, действие какое-то выполняет. Прилагательное может описывать существительное. Очень просто. Существительное это тот, кто выполняет действие. Очень просто. Не будем повторять курс это. Очень просто. Итак, первый стих. Что написано в первой стихе? Что-то нужно принять, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои. Понимаете? Принять и сохранить. Первыми мы что-то принимаем и сохраняем. И тут написано не просто что-то, а заповеди. Те, что здесь написаны. Мы применяем и сохраняем. Примешь. Давайте мы напишем так. Вот это у нас будет первый стих. Примешь. Примешь. Наверное, просто если будем расписывать, не успеем. Значит, мы туда выйдем, это не будет с него. Смотрите, примешь и сохранишь. А как нужно принять и сохранить? Смотрите, второй стих. Что говорит? Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. И наклонишь сердце твое к размышлению. Так что ухо твое... Способ, да? Да, смотрите. Ухо твое сделаешь внимательным. Я не знаю, как это, конечно, сделать ухо внимательным. Мне кажется, максимально сфокусироваться на определенном аспекте. Слово внимательное говорит о том, что ты очень сфокусирован на этой камере и смотришь, чтобы у тебя, ты ровно был в нее сфотографировал, когда ты фотографируешься. Ты очень-очень сфокусирован. Но смотрите, там еще что-то говорится про сердце. Как сердце нужно сделать? Что сделать сердцем, нужно? Что-то все на сердце. Вам мне кажется это интересным, что сердце можно наклонять. И кто смотрит туда, да? Кто хоть смотрит физиологию, думает, как это наклонять. И кто у нас слушает, подумает, как это сердце можно наклонять, которое находится с левой стороны, немножко ближе к центру. Ну, не то сердце. Не то сердце. Ах, не то сердце. А что значит сердце? Что вот когда в Библии говорится про сердце, про органы, что это означает? Если про сердце, то что здесь? Как это будет? Да, потому что джимло всех ваших вот у нас и людей. Вот. Теперь не с точки. Очень хорошая учница. Видно сразу, кто навчен. Как говорит Андрей, навчен. Да. Не просто, знаете, вот интересно, что часто наши поступки отличаются от нашего сердца и наоборот. Мы думаем одно, поступаем по-другому. Да? Но здесь написано, что наклоняем наше сердце к заповедям. Направляем наши мысли, наши помыслы к заповедям. И как вы думаете, касается ли это только с 9 часов до 9.50? Или это касается в общем христианстве? Это наш образ жизни. Это христианская жизнь. Да? Мы наклоняем наше сердце. Конечно, кто слушает первый раз, и думает, ну если у меня сердце не наклонится, то значит, я там такой-то и такой-то. Нам я плохой. Да? Умни все такие. Смотрите, что интересно. Что действительно тот, кто наклонил сердце, это Иисус Христос. А за кем мы следуем? За Иисусом Христом. За Иисусом Христом. Вот наклонить сердце свое к заповедям. Двигаемся дальше. К размышлению. Не просто читать. Понимаете? Вот интересно, что мы иногда читаем, ну много чего читаем. Читаем записи на заборах, читаем рекламу в метро, да? И она у нас просто проходит таким потоком. Где-то она пытается принести свой плод, где-то она на это. Но здесь написано, что наклонить сердце твое к размышлениям. Не просто, чтобы ты прочитал. Классно просто прочитать Писание. Очень классно. Ну, супер. Но размышлял над этим Писанием. Укреплялся в этом Писании. Укоренялся в этом Писании. То есть наклонить сердце к размышлению над Писанием. Двигаемся дальше. Третий стих. Если будешь призывать знания и взывать к разуму. И мне бы хотелось в этом случае, знаете, взять трубу или дуделку и забудеть. И призывать. Да. Призывать к знанию. У нас написано. Призывать знания и взывать к разуму. Призывать. Иди сюда. Иди сюда, знания. Разум, ты где? Помните, как в притчах описывается мудрость, которая стоит на перекрестках и кричит, говорит, придите сюда, все, кто хотите, напои. Ну, берите бесплатно. Она буквально в смысле призывает к себе людей. Она буквально в смысле говорит, вот я. Помните, как Христос говорил о себе? Я есть источник чего? Да, придите ко мне. Он призывал, он говорил, что я есть источник, приходите ко мне, пейте эту воду, наслаждайтесь этой водой. Итак, призывать знания и взывать. Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище. Если будешь, как серебра, и отыскивать, как сокровище. И тут можно подумать, что где-то в какой-то степени непонятные моменты. Потому что повторяется мысль. Но как я только читаю эти стихи, мне сразу же, знаете, что приходит? Наук. Луки 15 глава. Там, где Иисус говорит три притчи. Начиная сначала с большего, потом меньшего, и заканчивается блудным сыном. Там, где он говорит, что если одна вдова потеряет одну трапу, она ее будет искать. Да? Она будет его отыскивать. Здесь аналогичный момент. Искать его, как серебра, и отыскивать, как сокровище. Если бы я Таня тебе сказал сегодня, Таня, я тебе дам адрес. И вот по этому адресу ты поедешь, получишь, ну давайте, чтобы эта цифра была реальная, тысячу долларов. Вау, да, это есть. Этот адрес, например, там, я не знаю, там, Хрещатик 1. Хрещатик 1. Офис. Ну давайте, чтобы было так уже поинтересней. 100. Таня. Но важно приехать в 5 утра в 45. Вот этот момент. А я, ты же, ну ты что, такие деньги предлагали. Скажи мне, что бы ты для этого сделал, чтобы там быть? Она мне начинала очень долго. Положай руку на сердце. Я понимаю, ты духовный человек. И ты скажешь, конечно же, я лучше бы молилась. Молилась. Я не приехала, я отслежу. Смотрите, я не просто поставил цифру 5.45. Ингар, где ты живешь? В Ненинградской площади. Где Хрещатик находится? Где Хрещатик находится? В центре. Что тебе сделать нужно, чтобы приехать в 5.45 утра с Ненинградской площади? Взять такси. Взять такси. Приложить усилия. Я думаю, даже на нас спать не ложиться. Да, да, да. Чтобы не дай бог не проспать это время, которое я назначил. Да, вот если мы сейчас заезжаем. Аналогично сокровище. Если для нас это ценно, мы приложим максимум усилий. Мы возьмем такси. Мы не проспим. Мы поставим будильник, потому что для нас это ценно. И мы приедем. На Хрещатик один в 5.43 или в 5.40. Или даже в 5.00 и будем ходить вокруг. Зайдем, посмотрим офис, чтобы точно быть уверены, что это здесь. И в 5.45 открываются двери и выходит человек. И дает, танец тысячу чек на тысячу долларов. Или инки. Это так, да, да, да. Ага, начинает отторговаться. Смотрите. Если будешь искать его на серебра, отыскивать как сокровище, про сокровищное посмотревье. А вот теперь то, к чему это все приведет. Смотрите. То, что мы искали, как мы прикладывали к этому усилию, и результат, что мы получаем. Что получаем? Пятый стих. Прочитайте, пожалуйста. То, где разумеешь страх Господень, и найдешь ты Бога признание. Смотрите. Я прочитаю на русском еще. То, разумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге. Смотрите. Мы перед этим посмотрели, что нам нужно для этого сделать. Это не просто... Оно, конечно, было в шуточной форме. И это не просто механические усилия. Потому что механические усилия можно проявлять просто участь на, например, на любой светской работе. Ты проявляешь, ты приходишь, ты делаешь определенные вещи, и все. Но это не есть духовные вещи. Духовное откровение о нашем Боге, которое мы открываем не просто, как мы говорили, из нашего жизненного опыта, или моего переживания, когда мне хорошо, или плохо, или я там не поел, и мне начались какие-то галлюцинации. Нет. Мы берем Слово Бога и открываем. И тогда, как иду так, потому что, смотрите, очень простая притча о Сеятеле, или даже такой механический, что все это человек, то и позднем. Если мы хотим, давайте представим, что вот у нас есть задача. Какая? Давайте теперь все открутим наоборот. Наоборот, давайте открутим. Смотрите, нам нужно уразуметь страх Господень и найти познание. Вот у нас есть, это такой плод должен принести, плод такой должен принести. Вот у нас участок есть. Вот здесь. Можете представить метр, ну, не знаю, давайте, раз, два. Вот нам дали такой участок земли и сказали, вот такие плоды здесь должны быть. Познание о Боге, да, знание о Боге. То, что написано в пятом стихе. Какие нам нужно посетить сюда семена, чтобы как результат пришли такие плоды? Какие семена, исходя из Писания? Не, вот исходя из того, что мы прочитали. Вот тут, да. Какие семена, мы туда сзади, где? Страх, вот этот Господень и так далее. Надо Библию с собой носить, чтобы опять-таки сидеть, следить за Писателем. Смотрите, а семена очень простые. Сделать ухо внимательным. А, я же скажу, наклонить сердце. Да, да, то, что ты начал. Наклонить сердце, призывать знания, взывать к разуму, искать его как серебра, отыскивать их серебра. И тогда будут такие плоды, которые, то, разумеешь, страх Господень и найдешь познание Бога. То есть, вот семена мы положили и в конечном итоге у нас произойдет пятый стих. И те семена выросли. А скажите, можно ли пожать то, что мы не садили? Нет, в пустоту. Ну, если Иисус говорил, что можно, конечно, да, войти в работу, и кто-то очень хорошо научен, действительно, можно. Как Иисус говорил, вы вошли в их труд, но вы там не трудились. И это возможно. Но в этом случае, если мы хотим познать познание Бога, нам нужно посадить что-то. Да? И вот это то время, когда мы садим. Это то время, когда мы прикладываем усилия. И знаете, вот что в труде землепашца, наверное, Инга знает хорошо эти земельные вещи, что-то не знает. Что в труде землепашца самое такое... он говорит потом «Вау». Ну, мы вводим официальное слово. «Вау». Когда? 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 Когда все зибрано спит в коморре, тогда... Ну, я знаю... Ну, я сейчас подумаю, как бы я чувствую. Я думаю, что я бы чувствовал себя «Вау», когда плоды начали всходить. Я выращивала консолью, и самый кайф был, и... начинала, такая буйка, кулировая была, и срываешься в руках. Да. Действительно, конечный результат. Скажите мне, пятый стих, достоин того, чтобы... Но оно того стоит. Оно того стоит, да. Лепши из них. Лепши из них. Лепши из них больше получают. Да. И вот интересно, шестой стих также. «Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он швид для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, правду, правосудие и прямоту и всякую добрую стезю». Смотрите, мы с вами посмотрели в 9 стихах, 9 стихов, но мы с вами посмотрели их в таком интересном контексте, что если мы хотим иметь плоды, познание, нам нужно что-то для этого. И мы понимаем, что это не закон. Никто не говорит про закон. Спасение по благодати. Это однозначное спасение, да? Мы не говорим сейчас про закон, что надо что-то заработать. Но это есть тот труд, в который мы можем вложить. И вот это, то, что мы делаем, это те семена, которые мы сеем. Если мы это посеяли, будет результат. Если мы этого не посеяли, мы не можем ожидать, что войдет познание Бога. Нельзя ожидать. Потому что многие люди очень часто ожидают такие плоды, которые они даже не посадили. Они ожидают мир в семье, но они ничего для этого не делают. Они ожидают более глубокие взаимоотношения с Богом, но они для этого ничего не делают. Они ожидают более глубокого знания Писания, но они для этого ничего не делают. Они даже молитвы не делают. Они не вкладывают в это. Но они говорят, я хочу это иметь, но я это не имею по одной простой причине. Но смотрите, труд земли пажца, я начал с этого, что будут моменты, когда будут вороны прилетать и пытаться выклевать. Будет, как вы знаете, есть там где-то такой момент, что маленькие лисы, они подрывают виноград, корни винограда. Будут кроты, которые будут не видны со всей силы, но они будут пытаться подгрызть эти корни. И вот это то, что надо сильно приложить, труд, и не дать, чтобы это все было загублено. Потому что будет, слушай, дьявол, он что делает? Он ходит, как рыкающий лев. Мы можем не рассматривать это серьезно, мы можем на это и смотреть. Ему, наоборот, это и нужно. Но когда мы знаем врага в лицо, мы что делаем? Мы как строили, помните крепость Астралия, как они строили? Все равно. Вот. И Ефесянам, то, что Андреевны мы читали на открытии семинарии, Ефесянам, пятая глава, пятая глава. Вот видите, шестая глава. Наше оружие, в которое мы одеваемся. Шлем, шлем там был? Спасение. Шлем спасения. Четвер. Четверы. Меч обоюдоострый. И вот то, как мы ходим, и то, как мы приходим. Поэтому хочу и себя, знаете, вдохновить, и вас вдохновить. Цените то время, которое мы имеем. Не будьте к нему фамильярны. Потому что фамильярность, то, что, знаете, оно принесет свой плод. Оно принесет однозначно. Потому что то, что мы имеем, это ценность. Смотрите, и на самом деле, как помните, как пастор Роман говорил, что... Ну вот я думал, так потом я раз и уверовал. По благодати Божьей мы на самом деле уверовали в Христа. Господь просветил наши глаза, нашего сердца, чтобы мы смогли принять. И по благодати Божьей, смотрите, сколько в Киеве миллионов человек? Представьте, какая атмосфера. Вот вы чувствуете, какая атмосфера? Урбанизация так продавливает, так захватывает, что... Знаете, люди не работают до 7 или до 6. Они работают до 9 или до 10. И она говорит, ну, бери, работай, работай со всей силы, зарабатывай тебе много денег. И он и говорит, я где там деньги, и где зарабатывай. Но человек не зарабатывает ни денег, ни уверенности в себе ничего. И он бежит, двигается, 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 и такая обманка. У нас же есть, знаете, возможность остановиться в определенных прорывах времени. Это вот цитата с 7 до 10. Афтарагироваться, насколько это возможно, и двигаться в Слове Божьем. И пускай слава будет нашим Богом. Давайте молиться. Господь, мы славим Тебя, великий Бог, за Твою милость, за эту привилегию, что мы можем быть в Тебе. Мы можем размышлять над Твоим Словом. Мы можем возрастать в познании истинной. Господь, мы также молим Тебя, благослови наши сейчас расхождения по домам, благослови наше размышление. Благослови, братцы, наше укрепление в Тебе. И пускай вся слава будет Тебе во Иисусе Христа. Аминь. Ну что, домашнее задание 1 Кориффина. Бытие. 1-я, 11-я глава. Начинаем читать Бытие. Всю книгу. 1-я по 11-ю главу. План. План. Знаете все, как план составляют? А? План. План. Что план? План составить. Составить план. Первый. Смотрите, я понял. Смотрите. Пописать, что это посередине. Что такое план? План это краткое. Смотрите. С 1-й по 11-й главу. Смотрите. Период, который обхватывают эти главы 2000 лет. У меня такой план. Очень классно. Это фундаментальные главы. Очень фундаментальные. Поэтому мы на них посмотрим очень тщательно. В чем заключается план? Вы берете и разбиваете на главные аспекты, которые происходят в этот период. Какой аспект? Грехопадение. Сотворение. Берем сначала сотворение. 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 И пишем, например, 3-4 подпункта. Понимаете, да? 3-4 подпункта. Это что, это письмова работа? Да, да, конечно. 3-4 подпункта. Пишем. Сотворение. Например. Сотворение у нас первое. По вторую главу. Теперь расширяем это. О чем сотворение? Животных, человека и так далее. Это будут подпункты. Мы пишем, какая глава, какой стих. Поним, да? Вот аналогично. Грехопадение. Третья глава. Но в грехопадении есть не только грехопадение, но и миссияорианское пророчество о Христе. Мы пишем об этом. Потом пишем первое отриношение. Авель. Четвертая глава. Развиваемся. Потом пишем потоп. Шестая глава. Потом пишем. Гамилонская башня. Завет. Радуга. То есть, вот это вот в таком плоте. Вы для чего? Чтобы правду такие. Чтобы правду я его говорю. План с 1 по 11. И читайте уже в беде. Начинайте читать в беде. С 1 по 11. План только с 1 по 11. На пятницу. Не на четверг. На пятницу.